Сура 84. Раскалывание. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда в день суда расколется небо и повинуется подчиниться своему Господу, когда Он повелит ему расколоться и исполнит свою обязанность, и когда земля будет растянута, станет плоской равниной и извергнет то, что внутри её, людей, которые воскреснут, и опустеет от умерших. И повинуется подчиниться своему Господу, когда Он повелит ей освободиться от того, что находится внутри неё, и исполнит свою обязанность. О человек, каждый человек, ты своими делами стремишься к своему Господу, устремлением, и, несомненно, ты встречишь Его в день суда, и Он воздаст за твои деяния по своей щедрости и справедливости. И тот, кому будет дана Его книга с записями Его дел в правую руку, верующий, тот будет рассчитан расчётом лёгким и вернётся к своей семье, которая уже ждёт Его в раю радостным. А кому будет дана Его книга в левую руку из-за спины, так как правая рука будет прикована к шее, неверующий, тот после прочтения своей книги станет звать погибель, воскликнет «О горе мне! О погибель мне!» Верующему будут показаны Его плохие дела, которые затем Аллах простит ему без расчёта. Это и есть лёгкий расчёт. Пророк сказал, с кем будет производиться расчёт, тот будет наказан. Аиша спросила его, а разве Аллах не сказал, тот будет рассчитан расчётом лёгким. Он сказал, здесь подразумевается не расчёт, а представление дел. А тот, с кем будет производиться расчёт в судный день, тот будет подвергнут наказанию. Аль-Бухари и Муслим. И будет гореть в огне, в аду. Ведь он в своей семье был радостным и счастливым, так как считал себя лучше других, и своё мнение ставил выше истины, и был погружён в удовлетворение своих прихотей. Поистине, он думал, что не вернётся обратно к своему Господу, будучи воскрешённым для расчёта и воздаяния. Но нет же, ведь поистине, его Господь видел его всегда со дня его сотворения. Но нет, я, Аллах, клянусь вечернюю зарёю, и также клянусь ночью, и тем, что она собирает. Когда наступает ночь, люди заходят в свои дома, животные возвращаются в свои укрытия, товары заносятся на склады. И также клянусь луной, когда она становится полной, в дни полнолуния. Вы, о люди, непременно переходите из одного состояния в другое, из капли в сгусток, из сгустка в кусочек плоти, затем вдувается в вас дух, потом вы рождаетесь, затем растёте, и затем умираете, затем будете воскрешены. О, люди, ваше состояние постоянно меняется. От богатства к бедности, от жизни к смерти, затем будет воскрешение, расчёт и вечная жизнь в раю или аду. Что же с ними, что они не веруют, что Мухаммад является посланником Аллаха, и Коран является словом Аллаха, хотя на это имеется много доказательств. И когда им читают Коран, они не совершают земной поклон. Но наоборот, те, которые стали неверными, считают ложной ту книгу, в которой доказывается единственность и величие Аллаха, реальность воскрешения, воздаяния и наказания. А Аллах лучше знает, что они таят, что ещё они считают ложью в своих душах. Обрадуй же, о посланник их, неверующих, мучительным наказанием. Кроме тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, исполнял то, что повелел Аллах. Им будет награда неисчислимая в вечной жизни, рай.